Настроение съесть кусок мяса. Вот, честно говоря, я не такой прям мясоед, я не так часто мясо ем. Наверное, белковая пища, она уже просто требуется, когда большое количество потраченной энергии, когда адреналин. У меня сейчас адреналин, я с вами разговариваю, у меня адреналин. Ну, правда, иногда хочется мяса. Зимой мяса мне хочется чаще, чем летом, хотя, впрочем, на углях мясо летом тоже хорошо. Иногда, в общем, хочется мяса, сегодня именно такой день. Поэтому буду готовить стейк. Что нам нужно? Нам нужен кусок хорошего мяса, такой, как нам нравится. Мясо, которое мы достаем из холодильника и сразу отправляем на сковороду, будет жестким и не сочным. Мясо должно полежать хотя бы час до того, как мы его отправим на сковороду. Сковорода должна быть хорошо разогрета. Мясо теплым, абсолютно комнатной температуры. Конечно же, качественным, желательно не мороженым. А теперь еще один момент. Маринад. Безусловно, можно отправить мясо без маринада сразу на сковородку. Это тоже вкусно, это тоже работает. Я предлагаю сделать такой, сегодня у меня вариант. Это бальзамический уксус столовая ложка, жидкий мед столовая ложка, без соли. Вот это правило. Мы придерживаемся. Это французское правило. Французы обычно не солят мясо до того, как они отправляют его на угли, на гриль, на сковороду и тому подобное. Свежемолотый черный перец. Немного. Немножко концентрированного говяжьего бульона. Полторы-две столовые ложки. И, внимание, оливковое масло Extra Virgin Olive Oil Borges. Полторы-две столовые ложки для аромата, для вкуса, для сочности. Ну, просто потому что я без этого масла жить не могу на кухне. Серьезно, оно у меня льется рекой. И не просто так, а потому что оно очень полезное. И потому что оно, конечно же, сделает не только такой маринад для мяса особенным, но и любой салат, да и вообще я люблю даже кусочек теплого хлеба с таким маслом. Красота! Берем кусочек мяса и оставляем его мариноваться. Ребята, если у вас есть полчаса, гениально. Если у вас есть ночь, в холодильнике еще лучше. То есть это как раз тот вариант, когда мясо станет мягче и нежнее благодаря маринаду. Поэтому давайте так, сделаем вид, что мы забыли, что он у нас здесь стоит. А пока я вам расскажу, с чем я предполагаю сегодня это мясо подавать. Смотрите, какие замечательные у меня сочные, яркие такие листья салата. Я их оставлю целиком. Посмотрите, какая красота. Только вот так вот срежу основание и разложу вот таким вот роскошным цветком. На эти листики. Ну, конечно же, оливковое масло Extra Virgin Olive Oil Borges. Кстати, обратите внимание, очень удобно заправлять прямо из бутылки, потому что есть два отверстия. Вот такое тоненькое льется, прям как ниточка. Ну или побольше, если нужно добавить его так уже куда-нибудь. На сковороду нужно побыстрее добавить мясо. Ну или в маринад, конечно же. Итак, тоненькая ниточка оливкового масла Extra Virgin Olive Oil Borges. Вот здесь как раз немножко соли. И соль я добавляю хлопьями. Это английская соль. Она приготовляется, посмотрите, вот такими вот снежинками. И она очень здорово работает. Ее нужно совсем немножко, но происходит прям такой настоящий взрыв. И она такая немножечко горьковатая. Один из моих любимых видов соли. Теперь я беру сыр, в моем случае овечий сыр пекорино. И добавляю вот такие хлопья тонкие. Можно взять сыр совершенно любой. То есть, ну такой, желательно, конечно, мне кажется, выдержанный и твердый, ароматный. Но идеально пекорино, пармезан, что-нибудь в этом. Ключе манчега, если испанские сыры берем. То есть, как-то такой яркий. Можно взять козий выдержанный, тоже будет, мне кажется, интересно. И больше ничего. Во, стейк у нас, посмотрите, как замечательно промариновался. Мы его вот так вот еще раз. А, посмотрите. Ох, видно, какой он прекрасный. Вот теперь нужно, чтобы излишки маринада у нас стекли. И теперь еще один очень важный секрет для приготовления идеального стейка. У вас должна быть идеальная сковородка. Вот как у меня. Производитель вари. Сковорода называется Red Moon. Что в переводе означает Красная Луна. Почему? Потому что при нагревании этой сковороды, вот ее внутреннее покрытие с ярко-оранжевого цвета становится темным, таким бордовым, красным. Потому что изменение цвета нам дает понять, что сковорода нагрета до 190 градусов. Если вы хотите идеальный стейк. Это та температура, которая вам необходима. Ну и, конечно же, толстые стенки и идеальный прогрев обеспечивают идеальное качество прожарки нашего стейка. Переворачиваем. Вообще хочу вам сказать, что на моей кухне два абсолютно незаменимых предмета. Это нож и сковорода. И на сегодняшний момент для меня абсолютный лидер в производстве сковородок компания Варик. У них несколько линеек есть. И вот эта вот линейка Red Moon для приготовления мяса подходит просто идеально. Жарим по 4-5 минут, но в зависимости от размера и толщины куска мяса, который вы используете для вашего стейка, с каждой стороны. Ну вот. Мясо готово. Еще один небольшой секрет. Лучше мясо снять и положить на деревянную доску или прогретую тарелку. Когда я говорю прогретую, значит, действительно тарелку нужно подержать в духовке. Ну, там, разогретую до 100 градусов, чтобы она, конечно же, не лопнула. И лучше, если тарелка тоже будет толстой. Дело в том, что мясо не любит шока. Вот оно не любит, когда его из холодильника сразу отправляют на горячую сковороду. Оно не любит, если вы его с горячей сковороды перекладываете на холодную, керамическую, фарфоровую, каменную поверхность. То есть, если вы решили использовать, например, каменную доску для подачи стейка, это такая модная история, сейчас так делают. Все равно тогда камень этот нужно прогреть. И дальше не сразу грызаться зубами в этот кусок мяса, какими бы голодными ни были ни вы, ни ваши гости. Дайте ему полежать, ну, хотя бы 5-7 минут. Тогда весь сок, который есть в мясе, останется в мясе. А не вытечет при том, как мы его будем резать. Поэтому пока давайте поставьте любимую музыку на 3-5 минут и ждем. Через 4,5 минуты ровно столько звучала моя песня. Понимаете? Вот когда я говорю идеальный стейк, я имею в виду вот такой стейк. Ну, а теперь, чтобы показать, как это подавать, можно подать вот так отдельный салат отдельно, а можно вот так вот выложить на листья салата. И это будет прекрасно! Абсолютное правильное питание! ПП, ребята! Мясо и овощи! Ну, как проготовленное мясо! Ну, слушайте, я вас поздравляю! Хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!